Давайте посмотрим, знаете ли вы секреты этих простых предметов. Маленькая стрелка рядом с символом бензоколонки на приборной панели. Вы уже догадались, что она указывает, с какой стороны находится лючок бензобака? Больше не нужно напрягаться, чтобы это запомнить. Ответ прямо перед глазами. Зима — это время горячего шоколада и красивой верхней одежды. Говорят, что зимой люди одеваются лучше. Я согласна. Когда на улице холодает, я достаю все свои любимые теплые вещи. А вы задумывались, зачем нужен полупояс на зимнем пальто? В наши дни он выполняет лишь эстетическую функцию. Но изначально он помогал удерживать лишнюю ткань пальто, которые также служили одеялами. Пояс использовался, чтобы превратить одеяло обратно в пальто. Что может быть неприятнее, чем надеть красивый шерстяной свитер и чесаться целый день? Вот как избавиться от этой проблемы. Выверните свитер наизнанку и замочите в холодной воде. Добавьте 2-3 столовые ложки уксуса и оставьте на некоторое время. Слейте воду. Теперь, пока свитер еще мокрый, обильно нанесите кондиционер для волос на шерстяные волокна. После того, как свитер пропитается кондиционером в течение 30 минут, аккуратно отожмите излишки воды из шерсти и оставьте его сушиться на полотенце. Вот и все, свитер больше не колется. Вечер пятницы, и вы пригласили друзей, чтобы вместе приготовить и съесть бургеры. Пока жарятся котлеты, вы достаете восхитительный кетчуп Хайнс, чтобы бургеры стали еще вкуснее. Но кетчуп словно застрял. Как бы вы сильно не били по бутылке, он не выходит. Ваш друг замечает это и дает блестящий совет. Найдите маркировку 57 на бутылке кетчупа. Не ту, что на логотипе. Вам нужна не она, но та, что нанесена на бутылку, указывает, куда нужно надавить, чтобы кетчуп перестал упрямиться. Это успех. У женских и мужских рубашек пуговицы расположены с разных сторон. Если вы удивляетесь, почему так, вот вам объяснение. Производители женских рубашек еще в 13 веке начали размещать пуговицы на левой стороне. Вообще пуговицы были признаком богатства. Большинство людей завязывали свою одежду полосками ткани, а богатым женщинам помогали одеваться другие люди, например, горничные. Им было удобнее застегивать пуговицы слева. Эта традиция пережила века, и производители придерживаются ее до сих пор. Если увидите в стакане мутный лед, я бы на вашем месте выплеснула этот напиток. Представьте, что вы пришли в пиццерию. По пути вам очень захотелось пить. В ожидании пиццы вы подходите к автомату с бесконечной газировкой. Первым делом вы наполняете стакан льдом до краев. И тут вы замечаете, что лед немного мутнее, чем обычно. Вы задумываетесь, в чем дело, и стоит ли пить газировку из этого стакана. Когда вы замораживаете лед, процесс идет снаружи-внутрь. Первой замерзает самая чистая вода. Минералы и примеси выталкиваются к середине кубика, делая лед мутным. Мутные кубики лучше выкинуть. Прозрачный лед означает, что это только вода. Значит, у вас меньше шансов столкнуться с какими-либо проблемами, а напиток будет вкуснее. Чистый лед медленнее тает и дольше сохраняет напиток холодным. Воздух, застрявший внутри кубика, испаряется, а примеси тают быстрее, чем вода, оставляя вам крошечные кусочки льда. Вот вам хорошая новость. Коммерческие ледогенераторы обычно делают прозрачные кубики. Пейте газировку с удовольствием. Раскладка клавиатуры не всегда была такой, какой мы ее видим сегодня. Первые клавиатуры были сделаны для пишущих машинок. Вы застали пишущие машинки? Вряд ли. Сначала буквы на клавиатуре размещали в алфавитном порядке. Буква А располагалась рядом с буквой Б, В и так далее. Как же появилась привычная нам раскладка под названием Кверти? На старых пишущих машинках при быстром наборе текста металлические рычаги, удерживающие буквы, заклинивало. Чтобы это предотвратить, часто используемые сочетания букв решили разделить. В верхнем ряду в английской раскладке оказались буквы Q, W, E, R, T, Y. Все это позволило машинисткам быстро печатать с гораздо меньшим количеством заеданий. Если вы много ездите на машине за пределами города, вы, наверное, привыкли пользоваться канистрой. Важно иметь с собой запас бензина, когда топливо в баке заканчивается, а до ближайшей заправки сотни километров. Канистры обычно вмещают до 20 литров бензина. Но вы когда-нибудь задумывались, почему у канистры три ручки? Это сделано для удобства переноски. Если вы один, используйте среднюю ручку. Она лучше распределяет вес. Но если у вас есть помощник, вы с ним можете взяться за ручки по обе стороны и не мешать друг другу, когда будете переносить тяжелую канистру. Маленький кармашек внутри женского нижнего белья – это не совсем кармашек. Он называется ластовица и представляет собой кусок ткани, который вшивают в гигиенических целях. Но большинство производителей не хотят тратить лишние деньги на пришивание обоих концов ткани. Так и получается карман. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу. Ладно, вы когда-нибудь рассматривали внутреннюю сторону крышки от газировки? У крышек стеклянных бутылок есть особенность – прозрачный пластиковый вкладыш. И нет, его добавили не для того, чтобы наносить коды во время розыгрышей и сообщать о призах. Пластиковые вкладыши необходимы, чтобы ваш напиток оставался шипучим. Они отвечают за удержание углекислого газа внутри бутылки. Очень полезное изобретение. Я люблю газированные напитки. Если когда-нибудь соберетесь почистить кастрюлю, вот вам одна хитрость. Купив апельсины в супермаркете, не выбрасывайте сетчатый пакет. Сделайте из него жесткую губку для кастрюли. Завяжите его – и готово! Это приспособление подойдет для митья посуды, чистки кастрюль и сковородок. Допустим, вы находитесь в общественном месте и вам нужно в туалет. Вы знаете, как правильно размещать бумажные накладки для сиденья? Большинство из нас разворачивают их не той стороной. Наверное, потому что этому не учат в школе. На самом деле, они должны свисать спереди. Так на чехол не попадут микробы. Не выбрасывайте пустые стеклянные бутылки. Те, у которых длинные горлышки, отлично подойдут для полива растений. Просто наполните их водой и, перевернув, воткните в цветочные горшки. Осторожно вдавите их в почву и оставьте там. Вода будет вытекать по мере высыхания почвы. Отличное решение для тех, кто постоянно забывает поливать комнатные растения. Еще один совет по комнатному садоводству. Чтобы вода не вытекала из горшка, используйте кофейный фильтр. Положите его на дно горшка перед тем, как добавить землю и растения. Фильтр не даст воде вытекать наружу. Скажите, вы можете устоять перед пузырчатой пленкой? Большинство людей не контролируют себя, когда она попадает к ним в руки. Но знаете ли вы, что пузырчатая пленка изначально предназначалась не для того, чтобы заворачивать вещи? Команды инженеров и изобретатель пытались разработать текстурированные обои. Они попробовали склеить две занавески для душа, чтобы захватить пузырьки воздуха и придать обоям рельефную поверхность. Но публика не оценила их идею. Только спустя годы они поняли, что пузырчатая пленка – идеальный упаковочный материал. Давайте похлопаем этому изобретению. А лучше – полопаем пузырчатую пленку.